Ему было 18, когда после полугода учебки Владимир сразу попал на поле боя. Боевые тревоги, минометные обстрелы, окопы, бессонные ночи и тяжелые бои. Все помнят, будто было вчера. Душманы знали все наши позиции, что мы там находимся. Обстрелы были практически каждый день. И вот 17 декабря я с Кудрашовым Саней, мы стояли на посту с 2 до 6 утра. В 6 часов нам надо было идти на задание. Вот мы нарвались на душманов. К сожалению, боевые товарищи Занегин, Игорь и Кудрашов Саня погибли. Ну вот я поднялся с одной гранатой. Когда поднялся командир батальона, он мне говорит, ты в Сорочке родился? Я говорю, а я ему ответил, что я как-то не знаю, в чем меня мать родила. Ну видно, может, в Сорочке. Но когда мы потом опять попадали в такие истории, я же понял сам, что я в Сорочке родился. Служба была тяжелая. Художественное восприятие тех событий можно получить после просмотра картины «Девятая рота», говорит Владимир Володько, где частично описываются события, произошедшие в начале 88-го года. Во время операции «Магистраль», когда десантники 9-й роты 345-го отдельного парашютно-десантного полка приняли бой у высоты 3234. Служба, я вам скажу, конечно, тяжелая была. Если сказать про страх, вы знаете, там просто-напросто как-то не думаешь об этом. Вот просто вот я всегда много задаю вопрос, страшно ли было. Вот я вот просто отвечаю, как бы вот вы приходите на работу, постоянно у вас работают. Ну, вы идете на работу как постоянно, так и там. Просто ты же знаешь, что обстрелы этого, ты уже не чувствуешь этого страха. Как-то так. Ну, мы об этом, если честно сказать, не думали. Надо, мы выполняли свой интернациональный долг. За выполнение интернационального долга Владимир Георгиевич награжден медалью за боевые заслуги. Просматривая фотографии, вспоминает все до мелочей. С войны молодого парня ждали мать, отец, сестры и брат. Призавелся в Минске в аэропорту. Мы там попрощались с ребятами, потому что ребятам много было с Украины. Мы там попрощались, еще я сел на автобус и домой, до Солигорска. Естественно, там родители, как бы это самое, организовали все, там батька машину. И он, когда я выходил с автобуса, он уже стоял, ждал меня на машине, как бы это самое. Ну да, было радости много. 33 года Владимир Володько отдал градообразующему предприятию «Электрослесарь» дежурный СОВ-4 ОАО «Беларуськалий». Работа важная, ответственная. Работаю я уже на предприятии 33 года. Работа, конечно, мне нравится. Коллектив хороший, руководство хорошее. Эта работа такая, дело в том, что без дежурных электрослесарей, мне кажется, здесь не обойдутся операторы, машинисты. То есть, получается, если не дай Боже, что-то, нас там несколько минут, чтобы перевести на резерв, чтобы работала безаварийная. А потом выясняем уже обстановку, какая, что случилось, выясняем. Еще вместе сообщаем это руководству. И потом устраняем. Владимир Володько работает на СОВ-4, четвертый десяток лет. И оперативным персоналом, то есть дежурным электриком, он работает уже четверть века, 25 лет. Наши дежурные фабрики можно назвать своего рода элитой электрослесарей. Поэтому, конечно же, он очень опытный, очень квалифицированный сотрудник. Ну и человеческие черты характера, хочу его отметить, конечно, это очень исполнительный, дисциплинированный работник. А самое главное, мне кажется, это высокий уровень самоорганизованности этого человека, хочется отметить. Потому как, ну, не раз сталкивались при аварийной какой-то ситуации. Это счастье, когда утром хочется идти на работу, а вечером домой, говорит Владимир Володько. Дома ждет жена, с которой познакомились сразу после армии. Всю жизнь прожили и продолжают любить друг друга. Двое детей, пятеро внуков, которые знают о героизме отца и деда, которые гордятся им и вместе помнят.